дисклеймер и я третий сегодня мы с тобой продолжим проходить данган ромб и становились мы на том моменте когда у нас кикен нахуй убила всю надежду а я не могу согласиться с идеей о работе в команде ты не можешь согласиться почему ведь работа в команде это самый очевидный способ решить все тайны что думала сначала до тех пор пока манакума не дал нам то маленькую подсказку это очень противоречивый подход знаю ну ладно хватит каламбуров короче вот вам подсказка я уверен что вы уже говорил вам но эта игра на выживание началась 16 учениками все из которых старшеклассники единственными людьми кто сделал хотя бы один шажок в пике надежды с тех пор как началась игра на выживание он это сказал тогда мнение кикер вполне разумно один из них кукловод если кукловод действительно убил мукру как говорит кикер тогда кукловод находится в этой школе верно монакума вероятно мог убить мукру но он бы никак не смог так замаскировать место преступления но судя по словам монакумы единственными людьми которые ступали на порог пика надежды были 16 учеников которые приняли участие в игре на выживание тогда кукловод в самом начале нас было 15 вести более добавив мукру получается 16 должен быть один из нас разве это не было очевидно еще хрен знает когда из тех 16 человек с которыми мы начинали единственные выжившие стоят прям прямо здесь нам нужно продолжить или вы теперь понимаете а ты хочешь сказать кукловод через нас постойте пока что мы не можем наверняка сказать что это так монакума мог рассказать это чтобы просто запутать нас это определенно возможно но есть и другие возможности то что кукловод среди нас тоже возможно и нельзя игнорировать эту возможность у него же абсолютный талант верно абсолютно отчаяние что он должен быть одним из учеников а нельзя говорить что это невозможно но если один из нас кукловод то ему пришлось бы как-то контролировать монакуму да но вы видели хотя бы раз чтобы кто-то вел себя подозрительно когда монакума был активирован может этот человек просто скрывался управлял в тайне вы заметили если бы кто-то кучу раскрывался из виду тогда может монакума был на автопилоте может этот человек раз загрузил него все диалоги действия заранее если бы это все было так то монакума не смог вывести с нами осмысленные разговоры ну это не было бы него это не было бы невозможно если вы тот человек задал тему разговора ну может быть но все же но может быть но все же забылся немного ладно сейчас попробуем разобраться как великодушно с его стороны открыть нам все комнаты время для разговора закончилось пора нам начать расследования но я все равно самое начало планировал работать в одиночку с этого момента я могу полагаться только на себя на кровь тагами что течет в моих венах у меня нет времени заботиться об остальных каждый из вас должен заняться своим делом что же сказав это объявка вышел из столовой ты обвиняешь все мы как офис со сливками без сливок и без кофе наверное имеют ввиду пустое место или чашка чашка это тоже хорошо чашку можно есть только если она съедобная оси несъедобная то есть нельзя после этих слов только поплелась и столовой теперь она ушла и ты пойдешь сама по себе да кикю тогда остается только яма кота и ауэй в таком случае я тоже пойду сам по себе если вы подождете это все у залить и я использую свою связь с духовным миром чтобы выяснить личность кукловода я изначально предполагал что это я сухира это я думаю громко смеси сухира покинул столовую туша нам сказали я сухира мужик у нас тут два непонятных персонажа а ой и я сухира если это не а ой значит я сухира неужели все и правда пойдут сами по себе а ты как а ой наверное сделаю то же самое дело как бы не в тебе что я тебе доверяю понимаешь до этого момента я не была такой уж полезной я только полагалась на сакуру и всех остальных ты не бесполезно если у тебя здесь не было это я бумер очень милостой стороны так говорить но все же я знаю что большинство своем было совсем бесполезно что я подумал что сейчас мой шанс найти что-либо значимое поэтому я пойду в одиночку видимся позже а ой в удивительно хорошем настроении выбежала из столовой и вновь остались мы вдвоем действительно так ты что-то за ладно пойдешь так ты тоже будешь сама по себе даки даки не поведи меня неправильно то что мы пойдем на поиски раздельно не значит что мы не можем работать команде это относится ко всем нам мне кажется я понимаю что ты имеешь ввиду проведенное с проведение своего собственного расследования не означает что в конечном счете мы не сможем работать вместе нам нужно разделиться чтобы проверить больше мест потом мы сможем вместе собраться и поделиться тем что мы обнаружили да точно тогда я пойду у меня огромный список мест которые надо проверить она кума ведь сказал что теперь все двери открыты так что мы сможем исследовать в этой школе каждый закуток а мы можем пойти туда где раньше не были если бы не случилось мы обязаны раскрыть правду любой ценой я теперь могу вообще везде зайти я сейчас знаю куда пойду сказав это как я ушла оставив меня одного мне тоже не стоит тратить время зря нужно начать поиски до сих пор не могу поверить что кукловодом может быть кто-то один из нас поэтому я докажу я докажу что кукловод не один из нас дебил я раскрою личность кукловоды и разгадаю все тайны этой школы и после этого мы бежим отсюда думаю начну с того что еще раз гляну на файл монакум по бессил мукру по причине взрыва станет устанет личной жертвы невозможно однако она была мертва еще до момента взрыва на теле жертва была одна колотая рана в районе живота причиненной ножом который полностью прошел сквозь ее тело также на голове имеются следы удара тупым предметом кроме того тело было покрыто многочисленными ранами в различных областях как только мы поймем кто убил мукру и кусабу вы поймем кто на самом деле кукловод что же где мне стоит начать свое расследование чтобы понять кто ее убил наверное место из комнаты которые раньше были закрыты кабинет директора биолаборатории дверь дата-центре с ображением монакумы еще второй этаж общежития где раньше была решетка и он же должен был от быть открыт да потом мне надо будет перепроверить места которые связаны с убийством это сад и дёдзё ладно пора начинать вот душнила я не могу она побежали я хотел второй этаж открыть посмотреть что здесь на втором этаже потому что он говорил что здесь что-то невероятное ну говорила кикё такая решетка открыта мы наконец-то можем проверить второй этаж общежития это значит я должен сделать это вот абсолютно бессмысленные четыре строчки без них легко можно было обойтись и это второй этаж общежития похоже на древние руины или нет скорее на поле битвы будто здесь бомбы взорвалась или что-то типа того ой я не туда хотел я хотел тут тоже комнаты есть прикинь только я а как а я хотел пози эта карта как а по то есть да 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 все пока в коридоре нахожусь я не могу сжать так чтобы в кружочке покрутились и я мог увидеть что про их кровь кого-то завалило второй этаж действительно очень интересно мне кажется интереснее было бы если бы изначально вот у таких кружочков коридоре не было есть в изначально было но тут и не так много мест которые можно проверить давай кровать суть по всему она в крови до кровать полностью разломана это даже уже не кровать это просто мусор я не вижу на нем погоны так что не соглашусь давай дверь если клаппер и открыл дверь заглянул внутрь и сразу же закрыл не было даже и намека на ванну просто куча обломков и тогда ой потом что-то еще было а дверь на все побеждать или отсюда покинуть помещение конечно мы тут все осмотрели тут ничего нет вот это конечно классно вообще а сюда мы чё пройти не можем два камушка лежит и дверь открыта ладно тут 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 он так но мы пойдем по кругу это очень напоминает первый этаж это женский туалет даже в таком месте я не могу себя заставить зайти туда чего нам не дали но главным героем абсолютный гений они абсолютные дебил блин сука скотина урод что тут тут можно нет вообще ничего нахрен мы тогда отсюда заходили так чудом дальше есть ага вот жираф и шкафчик а это чё за намек на мусонов железные плиты к шкафчикам за и башни черта комната полна шкафчиком она должна быть была для учеников пика надежды что поступили сюда до нас эти шкафчики наверное использовали старшеклассники блять каждый шкафчик использовать ну давай шкафчику пределам металлическая пластина я очень хочу посмотреть что внутри но я никак не смогу была болгарка смог бы она такая скажет у меня есть план и открыла бы нам шкаф я представить не могу как можно открыть этот шкафчик я даже пытаться не буду пошел ты нахуй интересно смогу ли открыть этот шкафчик чик-чик не заперт на двери установлен сканер вот как скорее всего можно открыть шкафчик конце концов он очень похож на сканеры у раздевалок на втором этаже и владельцу надо использовать свою электронную карточку чтобы открыть его тогда значит ли это ну стоит попробовать я достал свою карточку и провел по сканеру и затем не повезло вероятно только владели шкафчиком может открыть его это значит что никто из нас этого сделать не сможет бред 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 он сказал ни один из нас не сможет на помощь предполагал теорию что кто-то уже здесь участвовал и теперь снова здесь участвует и скорее всего на классном суде кто-то проболтается что открыл с помощью сканера твою мать все шкафчики предлагаете сможет с помощью сканера открыть шкафчик это во первых а во вторых что еще хотят сказать я уже забыл интересно смогу ли открыть этот шкафчик чик-чик не а заперт на двери установлен сканеру вот как скорее всего можно тк понятно он будет прийдет про все это да 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 он будет в про все эти шкафчики 1 тоже говорит значит так это что шкафчику пределана металлическая пласяня его никак не открыть я понял он просил будет 1 и тоже говори да давай раздолбанный шкафчики нельзя еще и вот этот открыт и интересно смогу ли открыть и . опять просто одно и то же зачем сделаем вот это вот их клуба еще удивлюсь если на не засчитают этот этаж только потому что я не каждый шкафчик не наклацал это же бред полный здесь ничего глаз это египетский вас связан ли этот силуэт опять же с я сухира все шансы все шансы а ну тут хотя бы не так много и так это чё за дверь так но на 9 значит она откроется и внутри ух ты блюдо сутрия тут вообще ничего не разрушилась эта комната не похожа на комнату ученика не более взрослая атмосфера это личная комната это личная комната директора я проверила эту комнату уже несколько раз но у меня и все еще есть одна маленькая незаконченное дело что я решила проверить еще раз а незаконченное дело все у нас тут ездил до с этой стороны все даже кровать не проверить ничего себе как же такое в первый раз так потайная комната да а стене какая-то странная щель это что-то вроде ошибки дизайна или дефекта конструкции я думаю это дверь это щель здесь не просто так я чувствую ветерок исходящий из нее ветерок по ту сторону двери скорее всего открытое пространство открытое пространство это значит я сказал ветерок и там и ветерок ветерок открытое пространство ты хочешь сказать что это типа скрытой комнаты я думаю что знаю как ты знаешь как ее открыть ты поняла какую-то хитрость или что тип того растая хитрость настолько простая что я не уверен смогу ли это хитростью назвать сможешь ли ты хитростью называть компьютере я увидела программу которая как я думаю контролирует ее контролирует так давай так ты не порти мне это видишь правильный пароль и дверь должны сразу же открыться сразу же открыться я понятия не имею какой там может быть пароль пароль и все что мы знаем что это он скорее всего состоит из букв или и цифр этого нам явно недостаточно спасибо охуенный детектив у нас есть пароль он состоит либо из букв либо из цифр либо и то и другое то есть соответственно любой вариант помогла ты права этого должно быть этого даже близко недостаточно чтобы пытаться угадать смотрела все его бумаги все файлы на компьютере все что нам пришло я узнала о нем больше чем хотела но ничего из этого не дало мне на намеку на пароль каждый много времени потратил впустую так делать давай-ка а чё тут ну ну нет но это же я нажал уже да 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 это я только шла вот я несмотря на же светится явно вот здесь что-то но она не хочет а может у таков кресла компьютерная кожа на стул представить не могу чтобы ученик использовал нечто такое должно быть принадлежит директору а то что гледить этом штоките это все сказала клавиатура наверное она принадлежит директору компьютер на столе мы должна быть принадлежит директору газета так это что от бумажка бумажка она наверное principleuning direct нет это я уже делал значит наверное сверху до монитор п так наверно он принадлежит директору не стали стоит компьютер подожди а зачем мне там сделали Тот, кто его в последний раз использовал, похоже, был очень заинтересован в абсолютном отчаянии. На компьютере осталась история поисков. Значит, мы можем получить информацию в абсолютном отчаянии? Там немного, однако. Там немного, однако. Ничего такого, чтобы мы еще не знали. Абсолютное отчаяние не один человек, а какая-то группа. Эта группа ответственная за трагедию, что произошла год назад. Они худшие из худших, и они движены отчаянием. Это все? Не так уж и много, да? Но думаю, это лучшее, что он мог сделать, являясь полным разочарованием рода Кири-Гири. Но любая информация о кукловоде ведь полезна, да? Я ценю любую информацию, которую бы смогли заполучить. Понимаю. У тебя хорошая перспектива. Абсолютное отчаяние. Группа какая-то. Окей, анонимусы. То есть, есть скрытая комната, в которую она не может попасть. Все вот, что я имела в виду, когда говорила, что у нее есть одно незаконченное дело. Я думаю, мы можем предполагать, что там должна быть какая-нибудь улика, но может для нее здесь есть нечто большее. А в любом случае, если мы хотим попасть туда, то нам нужно выяснить пароль. Если Кикю не может выяснить его, то у меня и подавно шансов нет. Нет, стоп. Есть один шанс. Пароль может быть в кабинете директоров. Что-то, о чем Кикю бы не подумала, если бы она о чем-то не хотела думать. Например, а как насчет твоего имени? Ой, прости, я просто подумал о том, каким бы может быть пароль. Уверен, его не пробовала, но вполне очевидно. Учитывая, как она говорила об отце, она просто не могла бы представить, что отец поставил ее имя в качестве пароля. Я знаю ее, боюсь, бьюсь об заклад. Эта мысль и не приходила ей в голову. Эм, ты не против, если я просто на всякий случай попробую? И тебе не нужно мое разрешение, если хочешь попробовать, попробуй, делай что хочешь. Ладно. Так, ну давай, жмем на компьютер. Так, я рад, что решил попробовать имя Кикю, но если это не то, тогда уже может еще сильнее ранить Кикю. Если ты беспокоишься за меня, Макот, а то не стоит. Я уже знаю, что твое предположение ошибочно. Ладно, в таком случае, была не была. А я собрался и затем повернулся лицом к монитору компьютера. Так, пароль у нас, я напечатал ее имя полностью. Кикю Кириги. Мои руки были напряжены, слегка дожали и как только я закончил водить... Сработало? Бип-кр-р-р-р-р-р-р-р-р. Ага. Дверь открылась. Что? Получилось? Кокё, сработало Почему? Кокё Не посмотрев на меня Она исчезла в скрытой комнате Она выглядела мрачной Комната или Кокё Кокё А, понял Кокё Смотри, что еще хочу сказать Ну это вообще подло делать такой пароль, правильно? Если бы Кокё не попала в эту, как бы Обитель зла То хоть бы кто догадался, какой пароль, правильно? Там вряд ли он где-то записан Так О, подарок! Ой, вон Кокё Маленькая еще Эй, Кокё А меня как будто и нет в комнате И ее взор зафиксирован только на одной вещи Че там, че там, че там Подарок Такой яркий, красочный Из-за того, как он выглядит очень необычным Ну, надо очень аккуратно его открыть Потому что, может, там будет бомба Которая среагирует и опять взорвется Так что, предлагаю взять стул и заебашить по подарку Нельзя? Нельзя Давай тогда по очереди посмотрим Мне лучше проверить подозрительный подарок Падла Ну ладно Эээ Какая ярко окрашенная коробка Она кажется здесь совершенно неуместной И чем больше на нее смотрю, тем больше начинаю сомневаться Стоит ли ее открывать? У меня на ее счет плохое предчувствие Но мы вроде как не можем не открыть ее Ладно Будь осторожней, Макота Почему ты думаешь, что это опасно? Нет, не опасно Но, вероятно, неожиданно А? Если это то, о чем я думаю То, по крайней мере, тебе это не понравится Стоп, как ты знаешь, что там? Просто не кричи, не психуй, хорошо? Самое ужасное, что там может быть Это заплесневевшая пицца Это пиздец будет А ну Ты хочешь сказать, там нечто может заставить меня кричать? Меня бы заставило кричать Ладно, я просто открою ее Тяжелый поступь Я подошел к коробке Я глубоко вдохнул И затем Взялся за крышку Медленно, осторожно Я приподнял ее Свет стал проникать в коробку Я неуверенно заглянул внутрь и Совет, как я не помог Я испустил Дрожащий крик А, фу Просто череп чей-то В коробке были Кости, человеческие кости Это последнее, что я ожидал найти В такой яркой красочной коробке Как вообще такое можно предугадать? Серьезно? Как я и думал А я хотел первый вариант сказать Что там чья-то голова Но Но это же Плохой вообще Вот если там Пропал хавчик Прикинь, это рассчитывали Что мы еще до первоклассного суда Все разберемся Поставили подарочный такой ужин Мы открываем А оно уже все протухло Как я и так Думала Что? Ну ладно, думала и думала Давайте дальше обсидывать Кикю сказала, как я и думала Я должен выяснить, что она Загибешь Что ты думала? Как ты и думала? Откуда ты могла знать такое? В смысле, там уже были Кости человеческие Кости Ну я не имею Не именно О костюрах думала А у меня просто было Пречувствие, что там будет Его тело Это же в принципе Одно и то же Мертвый человек В коробке Мой отец А? Причем тут он? Коробки ты нашел? Эти кости Это останки Это мой отец Или по крайней мере То, что от него осталось Ты серьезно? Это отец Кикю? Тот человек, которого Она и искала? Чего ты так решила? Подожди Как ты можешь знать Это наверняка? Откуда ты знаешь Что это он? Я принимаю во внимание Всю информацию Что у нас есть Это единственный Возможный ответ Бред Там же сказали Целую Во-первых До них уже проводилось Это отчаяние Группа Это во-вторых Там уже была Эта группа человек Чего ты Она взяла Что это именно он? Чего за бред? Так что Этот человек Вполне может быть И кукловодом Который все это придумал И судя по файлам Директор мужчина Старше 30 лет Вполне возможно Что он сейчас находится Где-то в этой школе Это очень красиво Речи Вы подход Знаю Ну ладно Хватит каламбуров Короче Вот вам пацан Я уверен Что говорил вам это Но Эта игра На ужинянии Начала с 16 учениками Всей из их старших классников И единственными людьми Кто сделал Хотя бы один шаг В пике надежды С тех пор Как началась игра На выживание Были шеста человек Коли Но он Также был мертв В любом случае Это всего лишь Мое предположение Объясняя хоть Свои мысли Кикё была Совершенно спокойна Или нет Она не была Спокойной Она просто пыталась Выглядеть спокойной Она сказала Что так и думала Значит она знала Такой возможности Но я думаю Что глубине души Ей хотелось ошибаться Поэтому она не Заглянула в коробку Сама Хотя у нее Была возможность Я помню Что Кикё хотел Встретиться с отцом Чтобы разорвать С ним в связи Но неужели Только для этого Я Я отказался От некоторой гордости Чтобы поступить В пике надежды И мне пришлось Раскрыть себя в школе Я сделала это Зная что настоящий Детектив Кириги Кириги Я никогда Не сделал бы Такого Отказ Отказалась бы Она от своей гордости Только для этого Интересно Так ли это Наконец-то Теперь я могу посмотреть Что за блять Стол Который они не дают Мне посмотреть Так Стол директора В нем Наверняка Есть какая-нибудь улика Так что Мне хочется проверить его Но Я очень не хочу Трогать стол Отца Кикё Без ее разрешения Ты волнуйся за меня Можешь спокойно Осматривать все Что тебе захочется Ты уверена? Никогда не позволяй Чему-либо встать На пути расследования Я вот не позволяю Ладно Тогда Если ты не против Начиная сверху Я открылся ящик Стола И заглянул внутрь Я порылся В каждом из них Не найдя ничего Кроме бесполезных Для нас документов Но в последнем ящике А? Что это? Это электронная карточка Верная И на ней Я случайно нажал Как там можно было Проверить Что сказали? Так вот так Вроде Пульправды Тайбель Школьные правила Система Нет Как-то я делал Чтобы появился текст Вот А? Что это? Это электронная карточка Верная На ней стоит метка В случае чрезвычайной ситуации Я нашел В столе директора Что-то вроде Карточки Для чрезвычайных ситуаций То есть карточка Которая открывает Все Электронные замки Соответственно Она же откроет Шкафчик Тот Который шкаф Я нашел В столе директора Что-то похоже На карточки Для чрезвычайных ситуаций Карточка Безограничений Данная Главному руководителю Школы директору Я так думаю Я думаю Ты скорее всего права Она может оказаться Полезной Во время нашего расследования Можешь взять ее с собой А? Ну Кикё Не она не нужна Если тебе Она тоже не нужна А то можешь Ставить ее здесь Тогда я наверное Возьму ее А можно Ведь так? Так отлично Слушай Уже все более и более Интересно А что насчет фотографий Скажет Кикё Ты это узнаешь В следующем выпуске На этом все Напиши Любой комментарий Поставь лайк Подписывайся на канал Скоро увидимся Дээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...